Мы не раз выходили уже на митинги после мошеннических выборов 4 декабря. Мы были на улицах 10 и 18 декабря. Мы находились 4 февраля. Хоть одно ваше требование выполнено властью? Нет! Полиции крючан наш выбуждены? Нет! Италибовских выборов отменены? Нет! Президентские выборы будут честными и свободными? Нет! Поэтому мы выйдем с 5 марта и скажем «Долой такую власть!» Конституция Российской Федерации сказала, что источником власти является народ. А значит мы! И мы добьемся того, чтобы власть нашей стране принадлежала народу. Власть народу! Власть народу! Власть народу! Власть народу! Власть народу! Следующий выступающий кинорежиссер Андрей Некрашев. Автор фильмов о злодеяниях режима Пучина. У каждого своя ассоциация со словом «коррупция». Я не могу не вспомнить умирающего Сашу Литвиненко, которого обвинили в том, что он предатель, шпион и так далее, который хотел достучаться и сказать только одну вещь. Что в его организации, его начальники используют орган, который должен защищать нас с вами от шпионов в личных целях, как радитерскую какую-то банду. Он поплатился за это. Много было примеров и давно уже. Когда продавали солдат за деньги в Чечне, коррупционная официальная тоже была коррупция. Это было 10 лет назад. Честно говоря, между нами, мы должны не раньше выйти, но хорошо, лучше помнить, чем никогда. Спасибо Алексею Навальному, он поднял нас 10 лет спустя. Мы знаем теперь, что по всей этой антосамоголические коррупционные схемы. Потому что в экономической коррупции тоже за каждой цифрой, за каждой маленькой коррупционной сделкой слезы и крови наших людей, молчаливых. Между прочим, СМИ, мои коллеги, которым не стыдно врать или говорить полуправду, за каждой недомолвкой по фибернальным каналам, немое страданий наших людей, помните об этом, это тоже коррупция. И нам теперь говорит господин из Кремля, мол, вы, у него остался один аргумент, друзья, что мы это особняки Запада. Где-то у вас наверняка указывает вас, поэтому мы сюда пришли, где-то в тумбочке американских пафель. Вы посмотрите, так он завалялся, конечно. А чего вы тогда здесь делаете? О мнении господина Путина. По крайней мере, глинкарта. Или может быть, у вас мучает альтоник и посмотреть какой-то свет. Черный. Это оранжевый. Мы тайтоники, здесь все оранжевые. Это паранойя, ребята. Мы не должны допустить, он хочет защищать Россию от того, от нас, от людей, которые бескорыстно пришли сюда. Это он, это он иммигрант, это он, Шатарик. Его карьера с чего началась? Вы помните эту фирму Спас? Это его друзья. Это НИНЛ. Компания его итальянских друзей отмыла деньги ЮКОСа. Потому что российским компаниям было запрещено это делать судами. Понимаете? Это его друзья. Это вам иммигрант. Кремль отгородился во внутренней эмиграции, этим кремлевскими стенами. Кремль должен быть в музее. Они, 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 пистолище, они пистолище, спасибо вам. Мы защитим, мы защитим нашу страну от него. Это наша страна, а не его. Это наша страна. Это наша страна. Это наша страна. Это наша страна.